Приветствую вас на очередном уроке нашего тренинга. В этом уроке я расскажу, как просто и быстро создавать скриншоты снимки экранов на компьютере. Вначале зачем требуется создавать скриншоты? Так как мы все работаем с людьми, часто приходится человеку что-то объяснить. Например, как работать в личном кабинете, как что-то заказать в интернет-магазине и так далее. Объяснять, конечно, лучше голосом, если вы хорошо и правильно пишите, пишите тексты. Но, чтобы информация быстрее была воспринята и воспринята правильно человеком, рекомендуется ее сопровождать какой-то графической составляющей. И скриншот, на котором вы еще указали, на какую кнопочку нажать, поможет решить эту проблему понимания быстро и просто. Сейчас существует колоссальное количество возможностей создавать скриншоты с экрана вашего компьютера. На клавиатуре компьютера, работающей под операционной системой Windows, есть там отдельная кнопочка Print Screen, нажатие которой делает весь снимок вашего экрана. Но есть более простые способы. Об одном из них я сейчас вам и расскажу. У меня программа создания скриншотов уже установлена. Выглядит она в виде вот такого пера. Выполняю однократный щелчок левой клавиши мышки на значок программы LiveShot. Экран темнеет. Следующим шагом я, прижав левую клавишу мыши и удерживая ее, выбираю ту часть экрана, снимок с которой я хочу сделать. Как только вы левую клавишу отпустили, появляются панельки управления скриншота. Первое основное действие, которое надо научиться делать, это сохранять этот скриншот. Для этого есть изображение вот такой вот дискетки. Выполняем клик левой клавиши мышки на дискетке. Программа спрашивает, куда сохранить этот скриншот, в какую папку вы ее можете выбирать. Можете выбирать в панели слева, например, на рабочий стол. Почему-то все любят сохранять. Убираете папку на рабочем столе. И если хотите, можете дать этому скриншоту какое-то понятное для вас название. Стандартное имя программа уже предлагает вам. И если вы будете делать следующий скриншот, у него появится вместо двоечки троечка и так далее. Я сохраню со стандартным именем. Теперь этот сделанный скриншот можно кому-то отправить. Ну, например, в социальную сеть ВКонтакте. Выбираем человека, которому вы хотите отправлять. Нажимаем на изображение фото. Находим наш скриншот. Вот он он. Кликаем открыть. Он подгружается. И сейчас его можно отправлять. Есть более быстрый способ передачи скриншотов. Опять же, кликаем на значок программы Lightshot. Опять же, удерживая левую клавишу мышки, выделяем нужную мне часть. И нажимаем не на дискеточку, а на изображение облачного хранилища. То есть сейчас программа загрузит эту картинку на облачный сервис. И создаст ссылку на загруженную картинку. Нажимаем. Пошел процесс подгрузки. Вот он загрузился. Я специально выбрал маленькую картинку. Нажимаем на кнопочку копировать. И копируем ссылку на сделанный скриншот. Эту ссылку, например, можно вставить в блокнот и увидеть, как она выглядит. Можно передать в социальную сеть ВКонтакте, либо в какую-то другую социальную сеть, в мессенджер. Через тот источник, который вы используете для общения с вашим партнером или клиентом. Нажимаю правой клавишей мышки, говорю вставить. Вот ссылка вставилась. Нажимаю отправить. И произошло практически то же самое. Вот она у вас отправилась. Адресату. По поводу ссылок, что нужно знать. Если вы хотите очень быстро получить бан своего аккаунта в социальных сетях, то, конечно, в личных сообщениях отправляйте ссылки. Ссылка – это прямая дорога в банк. Потому что никакая социальная сеть не очень любит, когда кто-то уводит ее пользователей за пределы этой социальной сети. То есть вот сейчас мы сделали переход к внешний ресурс. Потому что мы уже сейчас с вами не в ВКонтакте. Конечно, для сайтов с большим доверием, ну, например, как вот сайт «Облачное хранилище скриншотов», ВКонтакте делает исключение. Но привычка кидать ссылки, она реально заканчивается только одним. Еще раз повторюсь – баном аккаунтов. То есть лучше немножко дольше потратить времени, но сохранить этот скриншот на своем компьютере, возможно, он вам потребуется еще для кого-то. Потому что работа с командой – это чаще всего ответы на одинаковые вопросы. Плюс, если творчески использовать эти скриншоты, можно информировать людей о каких-то рекламных кампаниях, не переводя их на сайты. И если человеку заинтересовало ваше предложение, которое он увидел вот на этом скриншоте, то он, конечно, с вами свяжется. И не надо его никуда уводить, не надо, скажем так, раздражать роботов социальных сетей и получать заморозку своего аккаунта. Ну вот такое лирическое отступление. Что еще можно делать со скриншотом? Очень часто требуется что-то на скриншоте выделить, чтобы человек понимал, что вот именно сюда нужно нажимать. Как можно легко и просто выделить часть вашего скриншота? В панели управления есть изображение вот такой линии, ручка. Выбираем этот инструмент. Можно выбрать цвет. По умолчанию цвет стоит красный, но я его таким и оставлю. Ну или давайте голубеньким. Нажимаю ОК. Вот цвет изменился. Теперь на этом скриншоте, удерживая левую клавишу мышки, я могу рисовать. Причем могу рисовать все, что хочу. Если руки не трясутся, можно делать очень интересные действия с этим скриншотом. Дальше выполняем уже знакомое вам действие. Сохраняем вот такой немножко измененный скриншот. Либо на диск, как это всегда делаю я, либо можете создавать ссылку на облачное хранение. Кроме показанных инструментов сохранить на диск, на облако, цвет и перо, у программы еще есть несколько инструментов, о которых я рассказывать не буду. Вы можете самостоятельно на них пощелкать, там ничего сложного нет, и понять, для чего это вам может приходиться в работе. Ну а теперь, как же на свой компьютер установить программу Lightshot. Под роликом будет ссылка на официальный сайт, но на нее можно выйти и через поисковую систему Яндекс. В Яндексе напишите прям по-русски программу создания скриншотов, и первое, что у вас появится, это ссылка на сайт Lightshot. Открываем этот сайт щелчком. Вот так вот он выглядит на март 2020 года, но он мало чем меняется. Скачиваем вариант этой программы для Windows. Если пользуетесь Маком, скачивайте для Мак. Щелкаю на скачать. Как скачивать программу в браузере, вы уже знаете, рассказывать об этом не буду. Клиент скачался, щелкаю на скачанном клиенте, выбираю язык. По умолчанию выбирается язык вашей операционной системы. У меня это русский, он у вас выбрал. Можете выбрать какой-то другой язык. Нажимаем кнопочку ОК. Соглашаемся, что вы принимаете условия пользовательского соглашения. Нажимаем Далее. У меня уже эта программа установлена, поэтому появляется вот такое предупреждение. У вас такого предупреждения не будет. Сейчас он закроет старую версию и поверх нее установит новую. Нажимаю кнопочку Далее. Пошел процесс установки. Ну и после того, как все прошло, вас перекидывают опять же на сайт программы Лайншот, где вы можете немножко больше почитать об этой прекрасной программе. Значок программы, еще раз повторюсь, появляется в правом нижнем углу. Если по каким-то причинам он у вас скрыт, вы можете его вытащить. Если не знаете, как это сделать, пишите в комментариях под роликом. Под роликом будет и ссылка на эту программу. Опять же, если что-то непонятно, если что-то не поняли, пишите под роликом, я запишу отдельное поясняющее видео. Благодарю вас за то, что вы досмотрели этот ролик до конца. Успехов во всем!